В торговом центре Тополь сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей и сотрудников просят незамедлительно покинуть здание. К счастью, это лишь учебная тревога. Сотрудники МЧС совместно с представителями прокуратуры отрабатывают план действий в случае ЧП в торгово-развлекательном центре. Задач несколько. Во-первых, оперативно оповестить всех о задымлении. Во-вторых, проверить, отвечает ли ТЦ требованиям противопожарной безопасности. Прежде чем включить сирену, посетители предупредили, что тревога учебная. Сделано это, чтобы не напугать ивановцев после трагических событий в Кемерово. На то, чтобы освободить здание от людей, спасатели отводят 6-7 минут. На деле получилось быстрее. За 5,5 тополь опустел. В целом, спасатели заключили, что все требования противопожарной безопасности в торговом центре соблюдены. Мнимый очаг возгорания был обесточен. Эскалаторы остановлены, а лифты спустились на первый этаж и распахнули двери. Впрочем, как это обычно бывает во время учебной тревоги, не все посетители согласились потянуть здание. Вы отказывались от здания потянуть? Потому что у меня нет верхней одежды. Но ведь это возможность пожара. Это возможность пожара, я понимаю. Это возможность пожара. Пожара нет? Нет, сейчас пожара нет. Нет, техническое учение. Я поняла техническое учение, поэтому я не ухожу. Вопросы у сотрудников МЧС вызвала работа системы оповещения. Громкоговоритель не было слышно на верхнем четвертом этаже. А вот к местному кинотеатру претензий нет. Вместе с администрацией развлекательного центра сотрудники проверили пригодность пожарного рукава и огнетушителей, которые по нормам следует перезаправлять каждые пять лет. Все в порядке и с вытяжкой в кинозалах. Запасные выходы открыты. Главное, чтобы в случае ЧП посетители смогли быстро сориентироваться. Надо с людьми проводить разъяснительную работу, то есть объяснять людям, что это важно в связи не только с последними событиями, но и вообще. Руководство торговых центров, посетители и сотрудники такие учения, как правило, воспринимают в штыки. На деле это далеко не прихоть надзорных органов, а простые меры безопасности, знать и соблюдать которые должен каждый. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.